Стремление заработать как можно больше средств к существованию желаний практически каждого человека. И, конечно же, каждая организация стремится к этому, то есть желает минимизировать свои затраты в целях получения большого дохода. Это понятно. Однако порой это выходит за рамки закона. Ведь работник любого предприятия может взаимодействовать со своим нанимателем только посредством оформления трудовых отношений в соответствии Трудового кодекса. Именно контракт является гарантией соблюдения всех прав работника руководителем. Но, к сожалению, не все это понимают и соблюдают. Схем достаточно много. Заключаются гражданско-правовые договоры, например, договор подряда возмездного оказания услуг. И это прежде всего в интересах нанимателя, а работник теряет многое в денежном плане. А с точки зрения налогового законодательства последствия таких действий называются просто уклонение от уплаты налогов. Вот такую схему выявили сотрудники инспекции по налогам и сборам по Ленинскому району города Бреста. В ходе проведения последующего этапа камеральной проверки в отношении частного унитарного предприятия установлены признаки применения схемы минимизации налоговых обязательств, а именно подмена трудовых отношений с работниками предприятия, одновременно зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей гражданско-правовыми. Индивидуальные предприниматели выполняли обязанности, ранее предусмотренные трудовым договором. Предприятие являлось единственным контрагентом и источником их дохода. Иные заказчики у предпринимателей отсутствовали. В течение четырех лет в адрес предпринимателей за выполненные работы перечислены денежные средства в размере свыше 284 тысяч рублей. Инспекции установлено, что заключение гражданско-правовых договоров позволило предприятию в течение 2019-2023 годов не исчислять и не уплачивать подоходный налог с доходов, перечисленных в адрес индивидуальных предпринимателей. Индивидуальными предпринимателями осуществлялось применение упрощенной системы налогообложения с уплатой налога по ставке 5%, в то время как в рамках трудовых отношений ставка подоходного налога с физических лиц установлена в размере 13%. В адрес предприятия, как налоговому агенту, направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет причитающиеся суммы налогов. Сумма исчисленного подоходного налога в размере более 43 тысяч рублей полностью уплачена предприятием в бюджет. Лариса Осмолович, Дмитрий Литвинюх, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.